В 13 лет Андрей Джанзаков решил променять беззаботное детство на семейную жизнь. Он связал себя отношениями с женщиной, которая годится ему в матери. Рассказываем, как так получилось, что подросток влюбился в зрелую цыганку и как он живет сейчас. В 2012 году вышел выпуск программы «Пусть говорят», который шокировал телезрителей. В нем рассказали о странном союзе 40-летней цыганки и несовершеннолетнего подростка Андрея Джанзакова. На момент выпуска передачи парню было всего 15 лет и два года из них он уже жил вместе со своей взрослой избранницей. Ей оказалась Марина Гуденко из Таганрога. Встретились они на родине Андрея в Ростовской области и у мальчика это была любовь с первого взгляда. Сначала я познакомился с ее племянником, потом взял у него номер тетки и позвонил ей. Несколько раз пообщались, и я сказал, приезжай ко мне в гости. О своей маме я сразу сказал, это моя жена будет. И привез ее к себе, признался в эфире подросток. О своем возрасте Андрей солгал, он сказал, что ему 21. Марина тоже свою цифру приукрасила и вместо 38 лет назвала 25. Меньше чем через год после начала отношений у пары родилась дочь. Для Марины это оказался не первый ребенок, но все ее дети от предыдущих мужчин уже не жили с ней. Кто-то был в детском доме, а кого-то забрала к себе сестра женщины. Поэтому недолго думая Марина вновь родила от своего молодого возлюбленного. На этот раз двойню. Однако одному из младенцев выжить не удалось, и пара решила захоронить тело ребенка во дворе собственного дома. Она самая лучшая, я люблю ее и не хотел гулять с молодыми девчонками, потому что им хочется денег. А ей этого не нужно, она бедная, я бедный, рассказывал о мотивах своих действий Андрей. Но как оказалось, деньги для жизни все же нужны, и парень не нашел ничего лучше, чем заняться воровством. Вместе со своим старшим товарищем он грабил дачные домики. Из садоводческого товарищества Андрей со своим подельником вытаскивали стройматериалы и прочие вещи, которые можно было без особого труда сбыть тем же дачником. Но их поймали, и прокуратура насчитала ущерб на сумму чуть больше 13 тысяч рублей. Местное отделение суда назначило подростку 50 часов обязательных исправительных работ. На программу Первого канала Андрей приехал просить помощи, ведь детей у пары забрали социальные работники. Однако после выхода передачи, Мариной и Андреем заинтересовалась полиция. Ведь семейная жизнь с несовершеннолетним уголовно наказуема. Чем закончилась история для зрелой цыганки Марины неизвестно. А вот парню сейчас 24 года, и он пару лет назад официально женился. В соцсетях есть несколько фотографий пары. Возлюбленной Андрея вновь стала женщина гораздо старше него. Детей у пары пока нет. Но им удалось повысить уровень жизни. Андрей остался в родном городе и устроился на работу в местный сельскохозяйственный кооператив. Правда, аудитория открыто негодует от того, как сложилась жизнь Андрея. Но о вкусах не спорят, поэтому нет смысла размышлять о том, подобрал молодой человек себе достойную пару или нет. Главное, что Андрей нашел свое счастье, перестал нарушать закон и остепенился. Его история еще раз доказывает, что мы все можем совершать ошибки. Важно их осознать и больше не повторять. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.